Собственно, сегодня мы поговорим о Корде. Это такой интересный, в общем-то, Ledger, Distributed Ledger. И очень интересная особенность доклада, твист мы увидим через два слайда, о том, что же случилось потом. Потому что интересно не просто сама технология, ее применения, о том, что это такое и зачем она нам понадобилась. Ну и что случилось потом. Знаете, обычно на конференциях рассказывают о том, как же хорошо, такие success story, о том, что мы применили что-то прекрасное, и как у нас все потом взлетело. Здесь нечто подобное, но с таким вот, в общем-то, небольшим отклонением. Обо мне, собственно, я горазработчик, руберразработчик в Детарте, Одесса. И у нас есть очень интересный проект. Как раз был приглашен я на финансовый проект, связанный с кордой, блокчейн и все-все-все. Как это случилось? К нам однажды пришел заказчик и сказал, вы знаете, у нас есть очень интересные финансовые приложения, но мы хотим иметь возможность доверять полностью нашим партнерам, нашим собственным клиентам. И мы порекомендовали им такую интересную технологию, как корда. Собственно, этот слайд рассказывает о том, что случилось через несколько месяцев после этого прекрасного знакомства с технологией. Мы отказались от нее. Корда оказалась технологией интересной, но довольно сырой. И это ключевой ее недостаток, потому что применить ее так, чтобы она была production-ready или хотя бы максимально близкая к production-ready, оказалось в наших рамках невозможно. Поэтому мы перешли на Hyperledger, о нем мы тоже поговорим. И в итоге получится такая интересная ситуация, когда мы не только поговорим о конкретной технологии, о корде, но и посмотрим о том, что она собой представляет в сравнении с другими технологиями. То есть мы сделаем интересный взгляд и посмотрим на все это не в вакууме, но вместо этого в каких-то реальных конкурентоспособных условиях. Собственно, о самой корде. Что это по сути своей? Это у нас, как называют многие, distributed ledger, или по сути своей, если очень просто, это некоторая сеть, которая позволяет своим участникам распределенно и очень интересным секретным образом, я расскажу потом, как хранить данные, получать доступ к данным только к тем материалам, о которых мы явно говорим. Это основная фишка системы. Собственно, это сразу же изначально практикуется как главный... В общем, Андрей, здравствуйте. Собственно, сразу же практикуется как главная фишка корды в том, что это финансовый продукт, созданный от финансовой компании. То есть когда-то была компания, собственно, R3, которые занимались всеми подобными технологическими интересными вещами, и они сказали, у нас есть такая внутренняя разработка, давайте мы ее выпустим в open source. И корда действительно является отчасти open source продуктом. И они выпустили ее как продукт, который идеально подходит для других финансовых компаний. Что это значит? Для банков, для каких-то, в принципе, финтех, возможно, стартапов. Что-то, что позволяет базироваться на технологиях, которые являются модными, можно, как говорили раньше, хайповыми какими-то. Это блокчейн. Это, по сути дела, представление текущее, что у нас здесь будет, это как 30-битед леджер. И, в принципе, что они дают еще, что очень важно, это некоторый фреймверк. То есть если есть системы, которые позволяют предоставлять какие-то именно базовые вещи, например, потому что работа с блокчейном корда и команда R3 предоставляет еще и фреймверк, который позволяет работать с этими инструментами, то есть позволяет делать разработку легкой, простой и качественной. И, в принципе, это правда. Но чем бы она привлекла нас и что заставило нас ее порекомендовать клиенту? Первый момент после выслушивания их требований – это действительно работа с приватностью, то есть о том, как они смогут работать с данными, насколько это будет удобно и естественно, потому что если мы посмотрим на современные блокчейн-системы, те, которые были, особенно когда этот проект начинался, многие из них были достаточно сырыми в плане отношения к приватным данным. Они либо просто открыты, и у нас всегда вся история, вот у нас был предыдущий доклад до перерыва, где все всегда открыто, мы можем зайти и посмотреть историю транзакций, либо есть какие-то надстройки, например, как Hyperledger, но о нем мы поговорим чуть позже. И второй момент – это, по сути дела, конструкция, которая очень хороша для установок каких-то финансовых операций, многоступенчатых, так называемые flow. Если говорить на техническом языке, по сути своей, они ничем не отличаются от каких-то вызовов смарт-контрактов или вызовов функций, но с точки зрения реализации они очень интересно ложатся на концепцию блокчейна и взаимодействия разных организаций внутри, потому что совершенно независимые организации могут принимать участие. Это очень интересно. Если говорить, подходя к приватности, о организации сети, устроена она очень просто. Все ноды видят друг друга. Вот есть кружочек сети, и они находятся в нем. Общение происходит peer-to-peer, у них нет никакого бродкаста, и знания, информация и данные в сети распространяются need-to-know basis. Что это значит? Это значит, что если есть какая-то информация, которая владеет одна организация, например, организация у нас есть Alice, и организация есть Bob, если есть какая-то информация, которая владеет только одна организация, собственно, только одна эта организация и будет иметь доступ к ней, и другая организация не будет не только не иметь доступа к этой организации, она не будет иметь даже намека или какой-то подсказки о том, что эта информация в принципе существует, что уже можно видеть, нарушает некоторые базовые концепции, или делает эти базовые концепции, ставит их под неудобный вопрос. И, собственно, разделение происходит на уровне организации. У нас есть разные совершенно организации, и если мы посмотрим на организацию чуть-чуть более техническую, то у нас есть некоторые наборы данных, которые будут распространяться в рамках только тех организаций, к которым мы явно, как предоставляющие данные, явно указали, что у вас есть доступ к такой информации. Концепция очень интересная и на самом деле очень-очень удобная. Она правда реализована хорошо. Это одна из основных, таких, можно сказать, столпов, которая позволяет корде выглядеть очень интересно и очень солидно для каких-то организаций, которые хотят скрывать данные. С точки зрения инфраструктуры все выглядит достаточно просто. У нас есть некоторые ноды, в которых находятся, собственно, наши кордапы. Это распределенные приложения корды, написанные на фреймворке. У нас они взаимодействуют через AMPQ в рамках той самой одной общей сети. Есть так называемый нотари-сервис. Это еще интересный один концепт с точки зрения вот такой вот source of trust или доверенности, что вот что проверяет мои данные. Вот я создаю какую-то транзакцию, я хочу отправить какой-то state, хочу создать какое-то изменение. Что происходит? Я должен ее как-то заверить. И нотари-сервис позволяет это сделать. В чем интересное отличие и концепция от каких-либо других систем? В том, что нотари-сервис изначально кордой и командой R3 не предоставлялся. Он говорит, что вот есть API, мы вам даем какой-то простой сервис, который можно использовать для нужд разработки, а если вам нужно посложнее, вот есть API, создайте сами. И интересная концепция, это встраивается в сеть и можно очень легко использовать. Есть также несколько дополнительных узлов, например, если мы хотим использовать данные из реального мира, если мы хотим какие-то данные стахастически использовать. Но базовый концепт очень прост. У нас есть нода какой-то организации, у нас есть нода другой организации. Они находятся в одной сети с нотари-сервисом, который заверяет все их взаимодействия, все какие-то сохранения в, собственно, леджер, вне зависимости от того, есть ли у данных от пати A доступ для пати B. Собственно, что касается flow, то есть как эти самые данные, как эти самые данные изменяются, как происходит изменение стейта. Flow, ну, по сути своей, некоторая автоматизация, которая позволяет нам применять однотипные действия. Есть стандартные flow, которые предоставляются фреймверкам. Фреймверк, кстати, написан либо на Kotlin, и его можно использовать на Kotlin, либо на Java. Это небольшое ограничение, о нем мы поговорим, в принципе, чуть позже. И что касается написания его, все очень плохо. Они предоставляют, все очень неплохо в том плане, что предоставляют шаблон, но все плохо в том плане, что это жесткий каркас, жесткая структура, и мы не можем никак от этого отойти. Мы об этом тоже будем говорить. И flow, еще один специфический момент, это единственный способ общения нод между собой. Мы не можем, опять-таки, как я уже указывал, не сделать никакой бродкаст, мы не можем использовать какие-то события. Единственный способ, как ноды могут общаться между собой, это использование этого flow. В принципе, как он выглядит, если мы посмотрим по состоянию изменения. То есть есть всегда нода, которая это начинает. То есть, например, если у нас есть две организации, у каждой из которых есть по одной ноде, что происходит? Мы хотим создать какое-то изменение в нашем леджере, хотим сделать изменение. Мы его предлагаем, мы его валидируем, проверяем с помощью смарт-контрактов. Очень интересно, что с точки зрения корды, смарт-контракт — это просто валидация некоторого заявления. То есть смарт-контракт — это не смарт-контракт из эфира, например. Это больше именно валидация некоторого стейта. Если он проходит смарт-контракт, значит, данные валидны, мы можем проходить. Нод A заявляет, что все хорошо, подписывает эти изменения, передает их следующие ноде, посылает эти данные. Нода точно так же принимает эти данные, проверяет их, валидирует в контракте со своей стороны. После этого, если у нас две организации, мы посылаем это подтверждение обратно, что да, все хорошо. И инициирующая нода отправляет все обратно в Notary Pool, или, собственно, к этой самой Notary Service для того, чтобы это самое обновление было подтверждено и в итоге было записано в наш леджер. После этого мы получаем обновление и получаем обновление, что все эти данные были успешно записаны, и эти самые обновления попадают в соответствующие копии данных для нод A и для нод B. Собственно, в этом очень интересный момент, потому что flow, точно так же, как и сами данные, распространяются только по принципу необходимости знания. То есть если у нас, предположим, сеть, в которой состоит не две ноды, а 20 или 300 или 1000 или миллион, неважно, если ноды не имеют права получить доступ к этим данным, они не являются участниками. Они не получат никаких изменений, и более того, они не будут даже знать о том, что какие-то вычисления происходили. В общем-то, такое специфическое взаимодействие. И с точки зрения бизнеса заказчик это полностью устраивал. Нас с точки зрения реализации немножко смущали эти концепции, потому что сразу же возникают вопросы о том, как это контролировать. Но всему свое время. Собственно, и вот когда мы начали разработку, и прошел уже какой-то первый период какого-то POC, мы начали слышать разные вещи. Ну, то есть мы знали их еще на этапе исследования, но начали сталкиваться с практическими проявлениями этого всего. То есть, во-первых, у нас нет в принципе блоков. Это значит, что если нам необходимо было посмотреть какой-то срез истории, нам необходимо делать сложные манипуляции с данными. Вместо того, чтобы просто посмотреть, что было в таком-то блоке. Мы не можем так сделать. Более, если говорить об истории, как это делать, транзакции все связаны, каждый стейт, каждое изменение данных связано друг с другом по цепочке. Мы всегда можем пойти назад, но опять-таки мы не сможем посмотреть на соседей, что там происходило еще. И доступ, опять-таки, есть только у тех сторон, у которых данные эти есть, в том числе данные, которые подключаются. То есть, если произошла такая ситуация, что какую-то информацию, какой-то стейт стал более обширным, в плане для более широкой аудитории, то эта самая пати, эта нода, самая организация, которая получила свежий доступ к доселе недоступной для нее данным, не будет ничего знать об истории. То есть для нее она немножко из космоса берется. То есть как будто бы это новая для нее запись. И если говорить о том, что там внутри, там обычная база данных, POSGIS или H2. В этом нет ничего плохого, действительно. Но есть небольшая специфика. Если мы видим, что там у нее под капотом POSGIS SQL, и, соответственно, сразу идет ощущение, что, наверное, мы можем использовать полные мощности SQL. В общем-то, и это прекрасно. И мы так тоже изначально планировали, но на самом деле нет. То есть, несмотря на то, что как организация хранилища данных, там используется полностью реляционная база данных, мы не можем использовать никакие реляционные данные в ней. То есть мы должны какими-то руками делать взаимосвязи, если нам это необходимо. И более того, если мы хотим сделать какой-то сложный запрос на чистом SQL, то в большинстве ситуаций, особенно извне, то есть если у нас есть какое-то внешнее приложение, которое обычно взаимодействует с нашим леджером, то мы вынуждены делать очень интересный обход. И это мнение и ответ на стаконфлоу от одного из разработчиков. Я опубликовал все время вопрос о том, у нас есть сложные какие-то данные, сложные отношения. Как нам их взять, если они хранятся в SQL базе одной из нод? То есть они есть, мы можем гарантированно к ним достучаться изнутри леджера, изнутри ноды, но если нам необходимо их взять, как нам можно это сделать? Через какой-то API или какое-то взаимодействие? И ответ очень интересный. Мы должны просто пойти в хранилище леджера, то есть просто в базу данных, напрямую к ней подключиться и сделать свой запрос. Что в принципе несколько странно с точки зрения взаимодействия с леджером, как с некоторой системой закрытой. В общем-то, что касается специфических моментов и маленьких неприятных штук, которые говорят о сырости продукта, есть небольшой кусок кода, шутливый по сути своей, потому что для того, чтобы соединение с пользователем заработало, необходимо обернуть двойные кавычки в одинарные. Это магия, которая, в общем-то, очень много стоила времени, потому что иначе она просто не работает. На гитхабе до сих пор должна была быть открыта ишью. Оно было открыто месяц назад точно. В общем-то, ну, это все небольшие минусы, иногда неприятные, иногда какие-то концепции, с которыми мы сталкивались, ну, нарушались или подвергались сомнениям. Но в итоге, что нас заставило по-настоящему отказаться? Во-первых, это момент с распространением. Действительно, Cordo — это open-source продукт, как я говорил в самом начале, но есть маленький нюанс. В отличие от большинства open-source продуктов, которые предлагают вам возможность пользоваться полноценным каким-то продуктом open-source, и если вы хотите либо поддержать разработчика, либо воспользоваться дополнительным функционалом, вы получаете какую-то, платите и получаете enterprise-версию. Здесь разработчики и создатели пошли по обратному пути. Они взяли, собственно, готовый продукт, Cordo, и вырезали из enterprise-версии, создав open-source-версию, любую многопоточность, соответственно, сразу же обрубив надежду на какую-либо эффективную производительность в продакшене. В принципе, для больших финансовых компаний это не такая уж и большая проблема, потому что мы всегда можем купить enterprise-лицензию и пользоваться ей. Но с точки зрения разработки и с точки зрения тестирования продукта до того, как он выйдет в продакшен, а в принципе мы можем потратить некоторое достаточно большое продолжительное время для этого всего, это довольно чувствительно. Но в целом производительность не супербольшая. Суть в том, что за счет того, что у нас нет блоков, все транзакции идут по отдельности, в том числе транзакции, которые считаются атомарными транзакциями в том самом PostgreSQL, и мы взаимодействуем с многочисленными сотнями транзакций, находящимися и идущими в Ledger в наши ноды. И, соответственно, для того, чтобы получить какие-то вменяемые числа, нам необходимо иметь огромное количество мощностей, огромное количество CPU для того, чтобы получить некоторые значительные числа. В противном случае мы просто сразу же впадаем в какие-то десятки транзакций и для каких-то эффективных решений мы сразу же теряемся и осложняем жизнь клиенту и себе, если мы будем это поддерживать. Следующий момент это Corda Network. Суть в том, что, да, Corda можно разместить где угодно, мы можем поднять свою приватную сеть, в которой будут весело дружить две ноды, но надежным решением и тем, что является рекомендуемым для разработки, по сути своей, это так называемый Corda Network от команды R3. Они ее создали, выпустили в мир, сказали, что мы будем ее некоторое время модерировать, но в целом это саморегулирующая себя структура. И ситуация такова, что она банально дорогая. И при покупке, например, вот чтобы вот есть некоторые числа здесь, но в целом из опыта общения и переговорами с командой R3 для того, чтобы запустить эффективно продукт, купив интерпрайс-лицензию и подписку к Corda Network, нам необходимо заплатить что-то около 2,5 миллионов долларов, что в принципе для прототипа, который должен возможно сэкономить какие-то на базовых этапах деньги меньше, довольно смешно. Ну то есть он просто не окупится. Поэтому этот удар, скажем так, финансовый, был более важным, скажем так. И соответственно, ну кроме сырости продукта, мы перешли на Hyperledger. Почему на него перешли? Потому что у нас в компании есть в общем-то практика, технология нам казалась спасительной, у нас в команде были люди, которые с ней взаимодействовали. В целом, чем он нас привлек? Во-первых, производительностью, потому что, как с точки зрения кода, потому что код писать, казалось, по независимым каким-то мануалам и по большему количеству документации казалось проще. Так и с точки зрения в целом сырой производительности Hyperledger привлек нас сильнее. В общем-то, гибкость в развертывании, когда у нас действительно нет никакого ограничения, и мы в итоге смогли развернуть Hyperledger в продакшене самостоятельно. А, да. 1.4.1. А, фабрик, простите, пожалуйста. Да, фабрик. Да, 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 да. Фабрик 1.4.1. Да. Собственно, да, со звездочкой. В целом, гибкость в развертывании, которую мы смогли получить, и в итоге мы имеем возможность при необходимости использовать, например, Amazon Managed Blockchain. Мы пытаемся вести переговоры с Amazon для того, чтобы они подняли свою версию. Сейчас у них фабрик версии 1.2. Мы хотим попросить их версию 1.4 и 1.4.1. И мы надеемся, что это получится, потому что сейчас ведутся очень активные переговоры по этому поводу. Ну и, конечно же, мы хотели писать на Go. Мы считаем это большим плюсом, потому что, в принципе, кроме того, что, говоря о Корде, она предлагала нам более ограниченную структуру, в которой мы могли работать, мы точно так же получали ограниченный набор инструментов. Там Java Mir и Kotlin. Ну, то есть, Kotlin хороший язык сам по себе, но отсутствие каких-то альтернатив и отсутствие интеграции и взаимодействия с чем бы то ни было еще несколько осложняет жизнь. Здесь мы получаем выбор. Мы можем писать на Go, мы можем писать на Node.js, мы могли писать тоже на Java. Но мы выбрали Go, потому что это, в принципе, родной язык для платформы, поэтому нам оказалось логичнее всего пойти по этому пути. В общем-то. Но после месяцев работы с ним оказался неодиален и он. Собственно, там есть другие нюансы, которые, в принципе, выплывают, происходят из естественных каких-либо требований и необходимостей со стороны заказчика. Во-первых, с работой с приватностью. Она там несколько специфична, о ней через секунду. И другой момент, который мы уже осознали, когда готовились выпускать при продакшн-версию, заключалось в том, что в версиях до последней, и включая на самом деле 1.4.1 фабрик, очень необычная структура развертывания, когда для того, чтобы мы могли полноценно поднять свою собственную сеть, нам необходимо было по сути свои запускать из одного докер-контейнера несколько других докер-контейнеров, то есть предоставлять доступ к докер-сокету, и это в итоге нас подтолкнуло к проблемам, мы не смогли работать с опеншифтом, потому что они в принципе не могут дать таких прав, как платформа. Но если говорить о приватности, как она здесь работает? Здесь в Happy Ledger фабрик не было изначально как в корде заложенного инструмента, который бы гарантировал полную приватность, изолированность данных, он появился несколько позже, скажем так, не с дизайн документа. В целом, как это работает? У нас есть некоторый стейт, у нас есть паблик стейт, который доступен для всех, для каждого участника сети, и у нас есть набор так называемых приватных коллекций, в которые могут входить некоторое количество участников сети. То есть мы можем сказать, что если у нас есть, например, приватная сеть с номером 1, и в нее будут входить пир 1 и пир 2, у них будет доступ, но у нас, если будет приватная какая-то коллекция номер 2, и она будет доступна только для первой пиры, и, соответственно, если есть приватная коллекция для третьей, у нас будет она доступна только для пиры номер 2. В принципе, это не осложняет разработку никаким образом, но концепция того, что мы должны были следить за этим самостоятельно, особенно после того, как в корде это было сделано очень легко и очень удобно, мы были вынуждены сделать достаточно много движений для того, чтобы сделать наш код, наше решение более универсальным, более удобным. Ну и вот, касаясь неудобного способа развертывания, это очень неудобно с точки зрения взаимодействия с какими-то облачными провайдерами и тут несколько вариантов. Первое, это мы просто полностью переходим на них, например, на тот же самый Amazon или IBM, их клауд-решения, которые позволяют использовать просто вот уже развернутую сеть, готовую, куда уже все есть. Либо пытаться как-то это разворачивать самим, и мы в итоге выбрали этот вариант. Либо ждать каких-то счастливых изменений, когда говорят, что вот версии 2.0, в общем-то HappyLodger Fabric и процесс его деплоймента станет намного более дружелюбен, намного более, скажем так, открыт для платформ и оркестраторов в стиле Kubernetes, OpenShift и всем остальным. Но пока этого с нами нет, поэтому мы вынуждены пользоваться либо полумерами, либо какими-то самостоятельными решениями. Вот если поговорить, вот в чем суть проблемы, у нас есть наша настройка, наша конфигурация, у нас есть пиры, это аналог нод в корде, по сути своей организации, есть ордеры. Ордеры в нашем случае являются тем элементом, суть и назначение которого выполнял нодерий сервис, который заключается в том, что мы подтверждаем, подписываем наши транзакции, наши изменения. Был специальный контейнер технически CLI, в который мы могли зайти, из которого мы могли инстанцировать наш чейн-код. Чейн-код называется наше приложение. То есть то, что мы пишем как смарт-контракты, как в нашем приложении Hyperledger Fabric. У нас есть наши сертификаты, которые были сгенерированы тем или иным инструментом. Если мы используем какую-то разработку для локальную или для окружения Dev, мы можем использовать что-то в стиле криптогена. Если мы используем что-то более серьезное, это Fabric.se, который активно рекомендуют использовать вместе с Hyperledger сетью. И когда мы хотим стартовать нашу сеть, для каждой соответствующей пиры мы создаем чейн-код соответствующий. Таким образом, что как будто бы у каждой своей организации будет свой запущенный чейн-код. В общем-то, и как мы с этим живем уже с точки зрения приложения, потому что приложение у нас крутится не исключительно где-то в облаке в сети Distributed Ledger, но в принципе у нас есть Java-приложение, живущее по соседству. И после всех столкновений сначала с Corda и после столкновения с Hyperledger и с жизнью с этим всем, мы, в общем-то, решили использовать кэш и использовать события Hyperledger, которые позволяют нам каким-либо образом накапливать наши данные в соответствующей обычной SQL-базе и после этого удобным способом, так как нам нравится общаться, обращаться к нашим данным, которые все еще подтверждаются данными и синхронизируются с данными, находящимися в Hyperledger. В общем-то, после месяцев применения могу сказать, что нам понравилось. Если говорить о вот таком вот интересном опыте резкого перехода, потому что переход с точки зрения функциональности, с точки зрения кода, с точки зрения смарт-контрактов, с точки зрения в целом переноса всей блокчейновой инфраструктуры, за два месяца, может быть, чуть больше, чем за два месяца, когда мы смогли полностью перейти, все было очень хорошо, но на редкость, несмотря на то, что вот и там, и там есть какие-то минусы, Hyperledger себя окупил, подтвердил, и, к счастью, нам не пришлось возвращаться к каким-то полузаброшенным материалам или наработкам, связанным с кордой. У нас все хорошо в этом плане, но Hyper лучше просто, несмотря на то, что он иногда не запускается, то есть он прекрасен в этом плане, но опять-таки маленькая приписка, маленькая приписка, что у нас есть ограничения, у нас есть ограничения по времени, что, несмотря на ограничения Hyper, для наших каких-то задач он оказался намного лучше. В общем-то, дальше, что произойдет с обещанными улучшениями от команды Hyperledger мы будем получать какие-то обновления, мы будем надеяться, что мы сможем идти в ногу с ними, постоянно с ними обновляться, и мы, как команда, мечтаем перейти на версию 2 и выше, для того, чтобы, когда она выйдет, мы смогли качественно запуститься у себя в родном кубернетисе, чтобы все было хорошо. Ну и в целом, чтобы наша платформа получила какой-то функционал, который сейчас мы вынуждены реализовывать с помощью каких-либо отхок-решений в стиле того же самого кэша, потому что взаимодействие с данными на данный этап не всегда хорошо. Ну и в целом, если говорить об этих взаимодействиях и о Корде, и о Hyperledger, могу сказать, что на самом деле, несмотря на то, что мы ушли от Корда, у нее есть свои плюсы, это очень сырая система, но если у вас есть какой-то финансовый продукт или идея, я рекомендую попробовать. Точно так же, если вам необходимо использовать вот эту суперприватность, которая очень хорошо в ней заложена, ну это сейчас way to go, потому что во всех остальных системах так или иначе это все реализуется, но это все надстройки над либо блокчейном, либо чем-то еще. То есть даже в том же Hyperledger Fabric, когда мы используем приватную коллекцию, мы все равно получаем информацию о ней для других каких-то пир, мы получаем хэш всех этих данных, то есть взаимодействуем с ними, и так или иначе, если нам по какой-то причине нужна полная конфиденциальность, ну, насколько я знаю, это такое вот решение единственное, довольно интересное и специфическое. Но если у вас есть более общая задача, наверное, Hyperledger взрослее, то есть он подходит больше с точки зрения использования для такого решения. Ну и в целом, если у вас есть вопросы, с радостью попробую ответить. Спасибо. за доклад. Расскажите, вот я так понял, фабрик вы заюзали. Использовали ли вы дополнительные фишки Hyperledger типа Composer, SEO и прочих дел, которые облегчают работу с Hyperledger на фабрик? Мы на самом раннем этапе, еще когда выбирали за счет того, что у нас были очень сжатые сроки, два с половиной месяца буквально, мы рассматривали эти варианты, то есть мы думали использовать Composer, но мы почитали и, по-моему, от него отказались официально с точки зрения именно как продукта и инструмента. Есть его преемник, который, по сути дела, Composer только в профиль, но он был молодым, и в итоге мы… А давайте будем писать просто родной код. Поэтому в итоге, к сожалению, или к счастью, я не знаю, но, скорее всего, к сожалению, нет. Нет. Спасибо за доклад. Там, когда ты объяснял про коды, там была очень прикольная система, сейчас там, там, где два потока было, два пира, и мы встраивали, вот, две ноды, и я вот не совсем понял, что если нам нода B не должна знать про какую-то транзакцию, как они тогда основываются друг на друге? В этом случае, если они посвящены вот в этот вот процесс флоу, это предполагается изначально, то есть во время инициации флоу, что вот участники его, то есть вот эти все две ноды, они знают эту информацию. То есть если получается так, что по ошибке, скорее всего, какой-то технической, то есть когда-то что-то оборвалось, но стопа нет, то не пройдет валидация именно на уровне проверки смарт-контракта, то есть неоткуда взять данные. И в целом это записывается явно. То есть каждый раз, когда мы создаем какой-то стейт, мы всегда указываем там, это знает пати А, пати Б, пати С. То есть, соответственно, если у нас есть остальные какие-то члены организации, ну, члены сети, они не получают в принципе никаких информации, и они не могут быть приглашены в такой флоу. То есть у нас получаются разные цепочки каждый раз? Да. А это не сильно нагрузка получается? Нет. Ну, то есть в принципе, как и вот корда, не суперпроизводительная, это один из небольших минусов. Но с точки зрения дополнительной нагрузки нет, потому что в итоге они все равно хранятся, когда последовать. За доклад. Продумали ли в проекте механизм хардфорков или что-то такое, в случае чего экстренного можно было откатиться? И второй вопрос, сравнивали ли с кворумом от JP Morgan, или вообще смотрели в сторону? Просто интересно. Я понял. Ну, ответ на второй не смотрели, потому что у нас всегда… Я покажу вам, как у нас все происходило. Вот так. Как всегда. Да, как всегда. А касательно первого, в целом, это, да, один из основных вопросов, которые задавали в том числе и нам. Но на данном этапе мы сказали, что мы сделаем паузу и подумаем. И в целом, больше решения, касающиеся хардресета, скажем так, чем просто хардфорка каких-то данных. Потому что с точки зрения переноса сети у нас со стороны заказчика есть команда инженеров и они самостоятельно не смогли поднять вот эту вот организацию самостоятельно. То есть девопсы как бы не смогли в продакшене вот это самостоятельно? Нет. Ну, то есть мы к ним в итоге ездили и рассказывали, как вот это делать, потому что у них просто нет экспертизы. Мы им это предложили, мы им это рассказали и все. А какие-то модели контейнеризации использовали? Ну, вообще, то есть на докерах? Ну, у нас, да, у нас докер-компоуз. Ну, то есть, да. То есть в таком плане да. Спасибо большое. Спасибо. Можно диаграмму, где флоу с края? Конечно. Я прошу прощения. Это? Да, да, спасибо. Узлы, которые обеспечивают нотари-пул, это получается трастет? Да. Они в курсе всей информации, которая в сети? Это интересный момент. Они в курсе всех транзакций, но они не могут заглянуть вовнутрь. То есть они не представляют себе какую-то точку угрозы? Это интересный момент с точки зрения в целом сети корды, потому что там очень много таких моментов, которые потенциально могут представлять. Есть два типа данных. Сам R3 команда, когда предоставляет сеть, предоставляет ноды только типа общего, когда они знают, что есть все транзакции, но они не могут заглянуть вовнутрь. То есть они защищены и, соответственно, они не могут, даже получив доступ к содержимому транзакцию, они не могут ничего с ним сделать. Но если мы для своих каких-то приватных нужд хотим валидировать транзакции на уровне именно нотари, то мы можем сами написать свою нотари-сервис. То есть, как я говорил, что это просто API. То есть мы в итоге можем реализовать свой нотари, который будет принимать транзакцию, будет уметь ее расшифровывать, будет понимать данные внутри. И кому принадлежат, скажем так, эти узлы? Это тоже другой интересный вопрос, который вызывает вопросы у нас и у Legal и всех остальных. То есть есть первого типа ноды, они принадлежат в целом сети. То есть вот этому консорциуму, какому-то общественному начало. Все остальные ноды, которые вот эти вот свои собственные, они приватные. То есть мы должны к ним пойти, сказать, здравствуйте, мы хотим использовать вашу ноду, или если мы ее сами создаем, мы регистрируем ее как такую ноду и говорим, здравствуйте, мы хотим, чтобы в сети была такая нода. По фабрику можно на фабрику? На какой из? Дальше, дальше, дальше. Вот на вот, вот, вот. Да. Вот этот? Нет, следующий. Вот этот? Там ордер я вижу и есть пиры. А зачем в фабрике используют недостаточно только пиров, чтобы, принцип ордерина. Еще раз можно? Принцип ордерина. А. В целом есть несколько моментов. Мы используем рафт, потому что он зарелизился как раз в 1.4.1 у них версии и до этого для того, чтобы можно было использовать несколько ордеров. Зачем несколько? Во-первых, для надежности. Просто банально, самый простой ответ. Почему? Потому что если у нас своя приватная сеть и у нас укладывается единственный ордер, сеть невалидна, потому что нечему каким-либо образом валидировать транзакцию. Он не может выпускать обновления. И, соответственно, для того, чтобы сеть была более надежна и устойчива. Была до этого только одна возможность использовать. Мы должны были создать специальный кластер через кавку и зукипер, которые могли поддерживать несколько ордеров в сложном консенсусе между собой, синхронизации, которые могли бы удовлетворять вот этим всем моментам. Но совсем недавно, буквально месяц назад или около того, было выпущено обновление 1.4.1, которое в итоге позволило использовать рафт для ордеров. То есть они объединяются, выбирают лидера и у них все прекрасно и хорошо. То есть, опять-таки, главный ответ ради надежности. Тогда давайте поблагодарим Никиту и Аркадия.